здравствуйте уважаемые друзья мы на первом городском меня зовут иван дучак и это проект интервью дня 23 апреля в нашем городе состоялись соревнования по кросс-кантри об этом сегодня и поговорим с сергеем блущенко организатором гонки и сергеем маценко инженером проектировщиком трассы ребята здравствуйте здравствуйте ну давайте для всех телезрителей которые нас смотрят мы вообще скажем что такое кросс-кантри чтобы все люди были в курсе на кросс-кантри это гонка по пересеченной местности где спортсмены соревнуются по определенной трассе соревнуются которые подготавливаются заранее до гонки с какими-то техническими элементами и там препятствиями то есть эта гонка по пересеченной местности забыли на велосипедах на велосипедах это естественно давайте тогда и построим на этом беседу но насколько часто проводятся такие гонки вообще насколько насколько эта гонка привлекла внимание но такие гонки если брать в стране то проводится довольно таки часто если брать нашем городе это единичный случай нас год проводится две-три гонки к сожалению причина этому это является и подготовка каких-то мест и спонсоров сложно сейчас наше время с этим в данном случае мы проводили этап кубка украины это первый этап кубка украины всего по украине проводится 6 этапов эти гонок ну как какой результат гонок которые прошли 23 числа ну проводились чем результат это смотрите приезжают с разных городов и результаты вообще будет и по итогам 6 уже гонок там будет там если соответственно выводится на табло результаты там и потом уже смотрится то что давайте чтобы вот мы в какую-то четкую линию и так есть шесть гонок по украине одна из которых это наш да да кто принимает участие в участие в гонке принимают любой желающий то есть но обязательно он должен быть спец карточка с медсправкой о том что он здоров для того чтобы участвовать в гонке достигший возраста 18 лет если он не достиг возраста 18 лет то у него должно быть заявление от родителей или присутствие родителя вместе с этим несовершеннолетним участником вот и участвовать могут только как граждане украины так как этот кубок закрыт он является закрытый кубок украины по cross country кто принимал участие 23 числа вот какие категории были с каких городов люди приехали города были это вся украина это львов это венец это днепр и венец а то есть со всех городов приезжали то есть участвовали разных по разные люди разных подготовок на подготовке то есть и где девушки то есть от 18 до там есть категория которая уже идет 40 плюс я спереди 50 плюс то есть разной категории то есть уже и участвовали даже это спортсмены украины и 0 любительской которые участвуют на европу ездят почему любители это потому что не олимпийский вид спорта он остается в любителях или круто если я не ошибаюсь единственный экстремальный вид спорта велоспорта который включен уже по ходу в олимпийские игры вот у нас почему не сложно сказать так как что такое спортсмен что такое любитель спортсмен это человек который этот вид как как бы рассказать он этим живет он занимается он этим зарабатывать деньги это профессионал это профессионал да любители это люди которые работают учатся и участвуют для себя для удовольствия но вот вот в этом я думаю разница в плане качества трасс я думаю что разницы нет кто что там что там уже трасса довольно сложно строится строится для любителей допустим строится трасса более несложная скажем такая вот там для профессионалов то соответственно уже там какие-то элементы с камней там какие-то более спуски какие-то вот уже более экстремальные подъема более тяжелое ну то есть так вот таком плане то есть них усложняется все понимаю давайте кстати наверное сергей с вами потому как вы являетесь инженером проектировщиком трассы как это как это вообще происходит то есть вы садитесь и продумываете в этот маршрут ну можно и так сказать да вот ну ну где том что допустим здесь взять эту как мы называем белую гору да то там и раньше проводились эти соревнования то есть мы просто виду прошлых лет да просто вот ну не то что я вот мы должны нас допустим серия тоже сели это думали как чего и и вот взяли все плюсы которые там были все отзывы которые там были негативные много бывает как и ну как это обычно бывает негативно к это вот и и вот пришли к какому-то вот единому мнению что много было не задействовано интересных участков которые ну соответственно нужно было там как говорится приложите руку да чтобы вот лопату лопату да построить ну в итоге вот получилось то что получилось я думаю все остались довольны то есть вот так у нас длина трассы какая была то есть можно километра было это кольца кольцо три с половиной круги но допустим по проектировке еще можно добавить что да на самом деле это не так легко как серёжа говорит он уйма очень время потратил для того чтобы просто спланировать этот маршрут тут как бы дал как она или выбрать это одна история это очень много-много времени уходила по зарослям по кустам лазить можно проехать нет и дальше мы поиграли немножко в геологов потому что с одной стороны где-то грунт осыпается туда подъем нельзя сделать или его нужно делать нужно делать там более широким чтобы спортсмены его не раскатали там или не смыло дождем то есть таких нюансов на самом деле очень много и ну как бы суть была сделать ее не столько там экстремальной вот плане а динамичные вот во многих гонках не хватает именно динамики и именно скорости динамики вот это вот именно вот это было за основу взята чтобы сделать ее более вот именно как у на какой-то скажем так новый какой-то уровень это горят фановая трасса кто победителем стал победителем у нас поставит антон на то есть профессионалов в любительской гонке дел у нас как он любитель у нас же категории как и говорили есть мужчины любители женщины любители потом идет категория мужчины и профессионалы женщины и профессионалы мужчины мужчины просто 40 плюс и 50 плюс трасса одна но допустим для категории начинающих самые какие-то опасные участки мы перекрываем для того чтобы обезопасить то есть люди только как бы к спорту приобщаются это может быть для них травма опасно то есть делаем максимально для любителей трассу упрощенной для того чтобы не было травмы слава богу показателем это то что у нас гонка прошла никто не травмировался слава богу то есть все отлично все классно вот то есть мы не пускаем на одну и ту же трассу и про профессионалов которые в категории ездят и любители это для них немножко разный в к в кросс-кантри пришли ребята вот что ну что понравилось что привлекло потому что велосипедным то спортом можно заниматься тут именно такой вот некий подраздел есть ну каждому по-разному я допустим у меня там знакомые были я видел как они катались на велосипедах что я просто мне просто вообще изначально она рано нравится спорт поэтому вот я что-то захотелось не знаю в один день вот попробовать велосипед и я ну скажем я знала для меня для чуть поднемножку понемножку так для себя открывает кросс-кантри именно сначала ездил просто под по дороге по трассе а потом мне сказали друзья давай вот так вот повезли меня на какую-то там вот трасса я попробовала не понравилось потом еще еще что-то вот и ну так вот приходит понемножку не на когда ты в этой как говорят сфере нас тусовки до тусуясь этого как-то затем затягивать за тебя да да вас как затянулось для меня все банально все проще мы купили велосипед для того чтобы ездить на работу на работе познакомился с я считаю что с легендой кросс-кантри нашего города да это локтев саша вот еще есть витя срибный вот это люди которые зарождали этот спорт в нашем городе и вот как-то саша увидел что мой велосипед предложил давай попробуем покататься и как-то вот она затянула катался катался докатался вот для для участия для организации вот так получилось понимаю опять же для меня и для телезрителей кросс-кантри это когда мы вот по скалам и и по горам мы вниз или мы вверх это потому что понимаешь винация идет то есть если брать down hill это спуск скоростной ребята больше не пускается вниз нет наша задача максимально быстро преодолеть какое-то расстояние на участке трассы у нас есть и как подъем и как спуск то есть мы заезжаем на велосипеде и спускаемся тоже на велосипеде то есть это пересеченная гонка вот и спуски и подъемы а как на этой трассе можно ну скажем так поставить тех людей которые следят за людьми которые там ну я уж такой же не там резают не срезают там замахливать это же огромная площадь ну изначально смотрите туда приезжают люди которые хотят чего-то она достичь которые тренируются изначально ну то есть ну очень бывает но очень мало таких случаев когда люди срезали не так по каким-то причинам обычно с ним это такова за разметки до обычно такого нету потому что люди изначально туда едут беру дни и тратят и время деньги то есть и нет смысла просто срезать сам факт просто поучаствовать какой-то для себя кто-то заради призами кто-то заради удовольствия ездит но каждый свои преследует цели то есть ну ну все собираются все как одна большая семья то есть много кто знает друг друга то есть сайт байт портал там все можно посмотреть все отчеты все там все списывается очень то есть там там рейтинги идут каждого то есть зарегистрировался и ты можешь в любой город поехать там есть список календарь соответственно участвуешь там и тебе за каждую гонку там до тебя там к это баллы добавляются и ты растешь и ты видишь как ты растешь ты можешь соревноваться как-то вот ну это вот такой вот интерес такой дополнительно стимулирует плюс прозрачно все это наш город способствует для развития кросса я не виду в плане на плане у трассы да у нас есть где строить немножко сложно с людьми то есть нужно ресурсы несколько финансово как людской ресурс в плане строительства не хватает времени допустим где строить но вернее кем с кем строить то что на это уходит очень много времени места у нас есть это у нас есть карьеры у нас есть вот красный мост балка как она называется помню название вот то есть ездим проводить даже марафоны то есть у нас способствует этому город нас есть живописные места где можно провести вот интересно какие-то марафоны где можно посмотреть ну вот ехать и любоваться природой то есть способствует велосипед какими критериями качествами должен обладать в первую очередь тормоза это должны быть должны быть в любом случае то есть есть положение каждой гонки где у нас же шлем обязательно то есть справка обязательно велосипед то есть велосипед должен быть исправен и естественно мы не ориентируемся то есть велосипед дорогой или дешевый это у каждого дела вот и способность возможности учить человека разная нуд он должен быть исправен это главное у меня вы не поедете то есть это должно двигаться раз всей sky женой ска разорной со скоростями ну понятно что на украине вы не сможете не снизу не спуститься не заехать об этом как бы не говорим то есть это может быть обычный спортивный велосипед то есть но он должен быть исправны они не мод не должен стоить там десять тысяч долларов он может стоить там сколько самый дешевый, недорогой, но он должен быть исправен. Ну, стартовать, наверное, для этого вида спорта и не нужно, наверное, какой-то супер-дорогой велосипед, чтобы хотя бы попробовать это все. Ну вот, да, я думаю, что попробовать. Объясни, пожалуйста, как люди должны тренироваться перед соревнованиями? Ну вот, я не понимаю, то есть разные какие-то трассы, ты приезжаешь, то есть тебя всегда будет ждать что-то, что для тебя новое? Есть разные виды гонок, и к нему разные, это целая наука, скажем так. По-разному люди, каждый для себя как-то по-разному тренируется, но всегда должен быть, есть такое понятие, объем. Нужно накатать объем. Весной все велосипедисты выезжают и начинают накручивать на велосипеде какие-то километражи. Это начинается, может быть, от 20 километров и 250 километров, чтобы, ну, крепить мышцы ног и все такое. А, понятно, сердечные. Ну, вообще велосипедисты обычно они никогда не встают, скажем так, с велосипеда. Они дома крутят там велосипед, там какие-то станки специальные есть, они каждый год, они на каждый день, они постоянно держат себя в тонусе, чтобы весной вот-вот-вот именно показать, что ты в форме, что ты делаешь. А погода способствовала до встречи? Как бы самой гонке, да, способствовала, уже дождя не было, но перед гонкой мы, к сожалению, хотели еще лучше трассы сделать, но две недели, как знаете, шел дождь, конечно, здесь было сложно, проблематично, но ничего, прорвались. Следующий этап где? В Венеции. В Венеции, да. В Криворожане принимают участие? Естественно. Да, да. Будут, конечно, есть Криворога, как и обычно, как и к нам, приезжали с разных городов, также и наши ребята много поедут туда, там очень фановые, ну, очень, как говорится, мы любим говорить, фановые трассы там, то есть там тренируются уже, там есть трассы, где тренируются именно сами спортсмены, именно не любители уже профессионалы, которые на мировые, скажем, гонки едут, то есть там… Из тех городов, которые были представлены, кто вообще сейчас в лидерах? Харьков. Харьков? Харьков. А что у них там? Почему? У них организация довольно-таки сильно, байк-центр, вот, ребята, вот, не знаю, почему у них так получилось, но сплоченные, вот, Харьков, ребята, они… Нет, ну, в разных городах есть свои, в Венеции… Нет, есть, но если, в общем, город берет, то Харьков… То есть, к чему стремиться, там, где-то даже нам, и в организации, и всего остального… То есть, Харьков можете выделить? Да. Угу. А давайте перейдем к тому, что любое мероприятие, оно требует поддержки, и у вас получилось, что у вас поддержка была. Кто эти люди, кто помогал? Ну, у нас много помогали веломагазины, такие, как там, Giant, там, и другие, там, КТМ, там, то есть, и просто, там, скажем, разные, там, люди, которые вот захотели просто помочь, там, всякие… Ну, в общем, спонсоров было много разных, скажем… И все помогли? Да, все помогли, все по чуть-чуть, все по чуть-чуть, скажем… Да, да. Не было с этим каких-то вопросов, что вот… Ну, таких, как бы, особо вопросов не было. Конечно, действительно, спасибо спонсорам. Помогли в наше сейчас тяжелое время. Вот, я считаю, что призы организовали для победителей очень интересные. Была разыграна лотерея тоже. Вот, то есть, помогали в плане спонсоров. Это выступали не только вилламагазины. Это тоже, как говорил Сережа, байппортал, допустим, это сайт интернета. Канандеевы тоже, который очень помог нам. И разметку, соответственно. Ну, очень много их, очень много. Ну, детали. Да, это же… С чего начинать занятие этим видом спорта? Как думаете, есть какой-то резюме? С чего? Это, в первую очередь, с велосибеда. Мы без него никуда. Вот, начинать катать по каким-то местам. Не сложно, скажем так, выехать в поле. Попробовать, потому что поле вроде ровно, да, асфальт. Но разница огромна между асфальтом и грунтом. То есть, по грунту немножко сложнее ехать, немножко по-другому. Начинать, пробовать кататься где-то попроще. Потом приезжать уже на Зареченский гранитный карьер. Вот, кататься, пробовать по любительскому кругу. Вот, по трассе к любительской. Вот так себя развивать, себя закалять. И вот, я думаю, все получится. Хорошо. Если проанонсировать дальнейшие соревнования в нашем городе, либо пока здесь не понятно. Есть у нас по анонсам, насколько известно, это будет Красный мост у нас проводиться. Это внутренний Криворожский? Да, Криворожский, но это вот, как сказать, это уже фановая тоже гонка. Это марафон, на который съезжается не только криворожане, тоже съезжается с многих городов и со многих областей. То есть, тот же Харьков приезжает, тот же Днепропетровск приезжает, Запорожье. Ну вот, Западная Украина, конечно, им далеко на это мероприятие не приезжает. Но вот центр Украины собирается на Красном мосту. Сергей, есть еще идеи, как проектировщика трассы? Ну, будем смотреть, что люди напишут, гонщики наши, отзывы. Да, и будем какие-то приносить, может, какие-то вот, что-то можем, и будем изменять, дополнять, может быть, посмотрим. Как там получится, просто по времени будем смотреть, по времени, по силам. Ну, ребят, я желаю, чтобы с каждым новым этапом все улучшалось, чтобы больше было участников, чтобы это популяризировалось. Спасибо огромное. Иван, спасибо. Спасибо. Уважаемые друзья, мы говорили сегодня о Cross Country. У нас в гостях сегодня были Сергей Глушенко, организатор гонки, и Сергей Маценко, инженер, проектировщик трассы. Меня зовут Иван Дычак, оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Увидимся. Увидимся. Уважаемые друзья, вы видите Stacy,wyddин解ок волшеб solution. 53 С мой Moo. Спасибо. Иди, reli.